В подмосковном звездном городке проходят тренировки космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Астронавт НАСА Пеги Уитсон присоединится к ним позже. Сегодня экипаж отрабатывает ручной спуск с орбиты. Режим этот предназначен для того, чтобы экипаж мог перейти в ручной управляемый спуск в случае отказа автоматики, в случае большого промаха, недолетного, перелетного и выполнить посадку непосредственно как можно ближе к тому месту, где будет ожидать поисковая команда. А сам по себе режим отрабатывается очень реально, поскольку в зависимости от того, как экипаж управляет кораблем на этапе спуска именно в ручном режиме, также изменяется перегрузка за счет вращения центрифуги и в случае каких-то ошибок перегрузка будет или больше установлен значение, или меньше, ты это все чувствуешь на себе. Командир экипажа корабля «Союз МС-3» российский космонавт Олег Новицкий. На днях 12 октября ему исполнится 45 лет. После своей первой экспедиции в 2012 году Олег стал героем книги «Голос сердца. Дневник жены космонавта», написанный его женой Юлией Новицкой. Сейчас Олег готовится к своему второму полету. На данный момент самое большое желание – это чтобы старт нашего корабля был вовремя. А потом пойду все остальные желания, конечно, видеть Землю после сброса головного обтекателя и все остальное. Но то, что вам нравится, это будет искать какие-то интересные объекты на Земле, фотографировать их. Ну или там сбрасывать нашим ученым, нашим заказчикам, постановщим экспериментом. Или хотя бы для себя, потому что не каждому дано такая возможность увидеть что-то интересное. И хочется это показать тем же ребятам, взрослым. Европейский астронавт Тома Песке, бортинженер экипажа, самый молодой астронавт Европы, станет десятым французом в космосе. Я говорю с другими астронавтами из Франции, они мне дают советы, это то же самое. Но я надеюсь, что я не буду последним. К сожалению, пока это только я из Франции, я один. Но в будущее другие будут. И мы будем продолжать эту традицию. В космосе Тома – новичок. Однако за его спиной опыт пилота и инженерное образование. В отряде европейских астронавтов его считают полиглотом. Тома говорит на пяти языках, в том числе и на русском. Поэтому, конечно, мое образование как инженер мне очень помогало понимать систему, как работает тормозная система, двигательную систему и так далее. Вот по теории, но по практике, как я тоже стал пилотом раньше, до того, как я стал астронавтом, мне очень сильно помогало. Потому что работа на борту Союза, это работа в экипаже вместе с командиром. Это как на самолете, просто одинаково. Можно управлять корабль ручной. Мы говорим с ЦУПом в Москве, как с диспатчерами. Тогда есть очень много, разница не очень большая, по-моему. Второй бортинженер – американка Пегги Уитсон, легенда НАСА. Командовала МКС. Для нее это будет третий космический полет. Сейчас она завершает тренировки в Хьюстоне и скоро присоединится к своим коллегам в «Звездном городке». Экипаж очень замечательный. Я считаю, мне повезло, что первое, что сейчас. И Пегги, и Тома очень подготовлены люди. И Пегги большой опыт космических полетов. Тома, он очень активный такой парень, который действительно очень помогает при выполнении тренировок. Я знаю, что он будет хорошо работать в процессе всего полета. И вот сам такой моральный какой-то климат. Экипаж очень замечательный. Мы можем посмеяться, мы можем серьезно поработать, мы можем напрячься, мы можем расслабиться. И все это идет так вместе. Мы благодарим тем людям, которые составили экипаж наш именно в таком составе. Ну, мне очень понравилось поступить в этот экипаж, потому что они не только опытные, но тоже очень добрые и очень добрые человеки, очень добрые люди. И поэтому мы вместе иногда не только тренируемся, но проводим много времени как друзья достаточно. Впереди еще не одна неделя подготовки. Старт 16 ноября. Это будет завершающий пилотируемый пуск этого года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok